Добрый день! Хочу приготовить чечевичные котлеты сегодня. Для этого беру чечевицу. Я взял двух видов. Красную и желтую. Так, давайте насыпем в какую-то емкость. Обнулим, чтобы было понятно, сколько грамм я насыплю. Так, ну примерно 50 на 50 будем. Так, ну давайте грамм 100. Еще одной чечевицы. Так, и 100 грамм другой чечевицы. Итого 200 грамм у нас получится. Так, 200 грамм чечевицы. Теперь промываем. Чечевицу я промыл как следует. Наверное 6-7 ватт слил. Теперь заливаем холодной водой. И оставляем чечевицу набухать 2 часа. Пока у нас замачивается чечевица, давайте нарежем луковичку и чесночок. Не очень мелко. Нам надо будет все это обжарить на сухой сковородке с добавлением воды. Мы все будем пробивать через блендер потом, поэтому размер не имеет значения. Чеснок тоже так. Можно крупно, потому что, говорю, все это будем перемалывать. Можно морковку потереть, но я не буду в этот раз моркови добавлять. Все, обжариваем все это на сухой сковородке. Ну сначала лук, да, потом чеснок чуть позже, чтобы он не подгорел у нас. Буду добавлять водички, померяю так, чтобы ничего сильно не подгорало, ну и чтобы она не варилась, а все-таки жарилась. Так, поворотка раскалилась. Кидаем лук. Чеснок чуть позже. Так, давайте добавим немножко водички. Чуть-чуть буквально. И периодически буду подливать. Смотрите, чтобы лук не сгорел, ну и чтобы он у вас все-таки не варился, а именно обжаривал все. Еще чуть-чуть водички. Как только он начинает подгорать, сразу добавляем небольшое количество воды. В луке очень много сахара, поэтому он быстро кармелизируется, соответственно, быстро сгорает. Еще полминутки добавим чеснок. Так, водички. Можно добавить чеснок. И все это перемешиваем, периодически смотрим, чтобы ничего у нас не горело. Если надо, добавляем воду. Ну и так буквально минутки 2-3. Все, лук у нас готов с чесноком. Я обычно так же делаю и на котлеты, на какие-то мясные запеканки. Все, вставляем в сторону, ждем, когда у нас замочится чечевица, продолжим готовить. Тем временем чечевица наша простояла почти 3 часа, она бухла. Сейчас я ее промою, залью холодной водой, подсолю и буду варить минут 20. Спустя 20 минут чечевица готова. Видите, она разварилась, как в кашу. Пинку я снимал всю дорогу, сейчас тоже сниму. Все, и выключаю, в принципе. Теперь даем ей остыть и продолжим наше подготовление блюда. Откинул чечевицу на дуршлаг. Пускай теперь стекает, заодно и остывает. В пластмассе она быстрее остынет, чем в ковшике. Все, уже остыло. Давайте теперь измельчим нашу чечевицу с нашим луком. Перекладываем все в чашу блендера. Сюда же идет наш лучок с чесночком. И сюда же я еще нарублю кинзы, зеленые, свежие. Так, добавим кинзы. Не буду ее рубить, просто поломаю немножко, чтобы удобнее было. Так. И теперь все это дело пробиваем. Все, готово. Вот такая консистенция получилась у нас, каши-образная. Все, сейчас перекладываем в мисочку. Дальше продолжаем делать кое-что. Давайте вот в эту же миску, где мы, в принципе, варили чечевицу. Сюда и переложим. Чтобы не пачкать слишком много посуды. Теперь сюда же добавим специи. Немножко у меня аджика, как обычно, я ее везде сую. Нравится мне она. Так, соль у нас есть. Я чечевицу в подсоленной воде варил. Сюда, смотрите, можно добавить, в принципе, одно яйцо. Но, мне кажется, на такое количество будет много одного яйца. Если полояйца, но мне не хочется из-за полояйца заморачиваться, я добавлю сюда овсяных отрубей. У меня есть овсяные отруби, мелкого помола. Вот так. Я думаю, будет в самый раз. Все, теперь котлеты перемешиваем. Даем немножко постоять, чтобы отруби тоже чуть-чуть пропитались и набухли. И будем лепить котлетки и запекать их, наверное, в духовке. Без масла, разумеется. Все, духовка раскалилась. Отруби немножко набухли. Теперь начинаем формовать котлетки. Я застелил силиконовым ковриком, смочил водичкой противень. Руки тоже смочил водой. Начинаем самое интересное. Котлетки надо стараться делать небольшие, чтобы нам на один прием пищи хватало. Ну, чтобы не ломать по половинкам. Понятно, что может не получиться, но... Наверное, вот такого размера котлетка будет в самый раз. У меня их получится немного, на самом деле. Ну, если на неделю хватит, будет замечательно. А не хватит, ничего страшного. Так, и продолжаем делать дальше. Все, у нас получилось 12 котлеток. Теперь ставлю в духовку разогретую до 180 градусов. Ну, не знаю, минут на 20, наверное, я потом скажу. Так, все, спустя 30 минут котлетки мои чечевичные готовы. 20 минут я просто запекал на 180 градусов, потом сделал 250 градусов, верхний нагрев, чтобы корочки немножко сверху они покрылись красивые. Так, теперь давайте взвесим одну котлетку ради интереса. Ну, вот, среднего размера возьмем вот эту. И на весы. 40 грамм почти. Ну, то, что надо на одну порцию, как раз будет идеально. Чуть больше, чуть меньше. Я думаю, тут максимально 45 грамм, тут самая большая будет. А так, 30-40. Отлично. Это то количество крупы, которое у нас идет на один прием пищи. На второй или третий. У меня сейчас как раз будет уже третий прием пищи. Вот я сейчас ее и съем. С тарелки убирать уже не буду. Буду накладывать тарелочку. Готовьте такой рецепт. Вот такие прекрасные котлетки. Какое-то разнообразие. Кому надоели каша. Так что. И очень удобно брать с собой. Я думаю, и холодными их есть очень вкусно. Всем удачи и здоровья. Продолжение следует.